Всем привет, с вами Валдис, и сегодня у нас будет очень много. Есть такой замок. Все это небезопасно. Погнали! Как вы поняли, сегодня будет невероятно драйвовый выпуск. И чтобы не пропускать такие видосики, под этим роликом есть специальная красная кнопка, которую каждый из вас может сделать серой. Я иду к тысячу подписчиков, и именно ты можешь мне в этом помочь. Подпишись на канал. Погнали! Замок – это предмет, который позволяет сохранять наши ценные вещи. Но порой замок закрывается, и встает вопрос, как же его открыть, если у тебя нету ключа. Лайфхак? Смотрим? Автор утверждает, что любой замок со сломанным ключом можно открыть таким способом. Мы это и проверим. Для этого у нас есть замок, обычный, навесной. В нем есть два ключа, но и комплектация на этом заканчивается. Клей и спички. Что мы делаем? Ситуация бывает разная. Мы берем, достаем замок, потому что нам нужно срочно что-то закрыть. Вот знаете, что охота сразу сказать? Что упаковки у замков бомбовые. Вот их-то ты не откроешь без подручных средств. А вот сами замки, я думаю, не такие хорошие. Замок, ключ. Итак, вот есть такой замок. Да? Все, работает четко. Но бывают ситуации, когда ты пользуешься замком очень долго, но либо замок некачественный, либо ключ. И тут замок-то ни при чем. Бывает такое, что ключ просто ломается в замке. И достать его практически нереально. И тогда нам на помощь приходит клей для горячего склеивания. Куда-ки сюда? Ладно, что мы делаем? Мы берем, достаем одну палочку клея. Да? Так, да. Берем спички. Помните, детям спички не игрушки. И, наверное, возьмем-ка мы вот такую книжечку, чтобы не заляпать нам стол. Берем спичку. Плавим клей. И клеим его прямо вот сюда. Ждем, ждем, пока он подсохнет. И тогда мы сможем достать этот ключ по заявлению автора. Ну что, я думаю, клей наш подсох. Я не совсем уверен, он должен быть мягкий или нет. Ну, допустим, что он подсох. Вот, и нам нужно вытаскивать ключ. Тут нужна, наверное, барабанная дробь. Ну что, поехали. Ладно, не получилось, но я думаю, что это дело во мне. Пробуем вот так. Смотрели фильм Эдвард «Руки-ножницы». Вот. Видимо, я Эдвард «Руки-задница». Ну почему мне не получается с первого раза? Это же просто клей, и это просто... Его надо расплавить и наклеить. Или он не должен получаться, просто-напросто. И этот лайфхак не такой уж и лайфхак. Ну, слушайте, походу, на этот раз он посерьезнее туда. Заклеился. На всякий случай, мы подождем еще немножечко. Слушай, вполне. Вполне. Ху! Барабанная дробь дубль. Два! Два! Слушай, ну я до самого конца, если честно, не верил. Хотя в лайфхаке все четко видно. Вот. Выходит, этот лайфхак реально рабочий. И я скажу, даже не менее полезный. Да, он максимально полезный, насколько это возможно. Потому что ситуации могут быть разные. И хорошо, что есть вот такой клей. Кстати, а если... Получится ли им сейчас открыть этот замок? Нет, страшно. А, нет. Открыть замок, к сожалению, вы так не сможете. Но сможете взять запасной ключ и открыть его запасными ключами. Лайфхак однозначно рабочий. Ставлю ему большой, жирный, зеленый плюс. И мы переходим к следующему лайфхаку. Продолжение следует... Для второго лайфхака. Мы были вынуждены выйти на природу, на улицу. Потому что все это небезопасно. Так что если вдруг решите повторять, не надо. Я вам здесь все сам покажу. Предположим, мы, да, закрыли замок. Вот он стоит, замок. И у нас нет от него ключа. Да, но есть вот такая штука. Которую мы вот так подсоединяем. И начинаем греть замок. Я, если честно, в этот лайфхак верю не очень. Потому что сомневаюсь, что этого хватит его расплавить. Но, как бы, гадать не будем. Будем сразу проверять. В лайфхаке дело тонкое. Иногда приходится выйти из зоны комфорта, чтобы что-то проверить. Я не знаю, сколько должна быть температура, чтобы он там расплавился. Ну, вот этот вот. Так показано на видео. Прошло еще 5 минут. Как дела? Решил погреть сторону потоньше. Может, думаю, металл просто толстый. Но хотя там-то у них полностью расплавился замок. Короче, я думаю, что это зависит от замка. В лайфхаке он просто был китайский. В нашем случае он был нормальный. К сожалению, фирму я не помню. Попробую ударить его. О, блядь, налипает сразу. Тебе говорю, не надо. Сильно разогрели. Уже сразу плавятся варежки. Я ставлю этому лайфхаку минус, потому что он может получиться только в том случае, если ваш замок действительно китайский или какой-то плохой. Ну, а на этом я хочу закончить. С вами был Валдис. Всем пока.